Ключевой принцип, на основе которого проходит такого рода объединение, они будут звучать следующим образом. Права студентов и условия их обучения не могут быть ухудшены. Это, прежде всего, касается студентов вне бюджетных. То есть все ваши договоры и все ваши основные позиции, в которых были заключены договоры об обучении, они должны сохраняться, ну или, во всяком случае, могут быть подлинно только в сторону понижения, не могут быть в сторону увеличения по отношению к тому, что на данный момент прописано. Все, кто учится на бюджетной основе, переводятся, естественно, на бюджетную основу. Вот. Далее. То есть тут никаких моментов нет, потому что передаются все бюджетные места и, соответственно, мы вместе бюджетные места. Далее. Что касается, значит, места, ну это будет вопрос решаться уже в ходе, собственно говоря, реорганизации, посмотрим. Ну, мне представляет, что рационально, конечно, по крайней мере, первый год не затевать опять переезды и продолжать обучение на тех местах, где оно на сегодняшний день происходит. Учебные планы и рабочие программы остаются теми же самыми. То есть те, которые выучились. Вот. Изменения уже будут для тех, кто будет поступать в 2016 году. Там уже, естественно, будут едины учебные планы и рабочие программы. Ну, по крайней мере, это та позиция, которую занимает наш университет в отношении к СНПГУ. Вроде бы эта позиция находит в сегодняшний день, поддержка. Значит, что касается преподавателей, то, естественно, что общее количество мест вакансий преподавательских, оно привязано к этим где-то студентам, поскольку все студенты, ну, естественно, те, которые не изъявят своего желания так не делать, да, естественно, что все студенты приходят в МПГУ, поэтому и места для преподавателей, они, соответственно, тоже создаются в МПГУ пропорционально количеству студентов. Поэтому я абсолютно уверен, что каких-либо масштабов в этом сокращении преподавателей не будут. Во всяком случае, мне их будет не больше, чем если бы мы даже не объединялись. Потому что и сейчас в нашем университете количество старых преподавателей привязанных к этим где-то студентам и к определенной пропорции между студентами и преподавателями. И, в общем-то, это тот же самый принцип он будет в МПГУ. Вот это, наверное, ключевые моменты. Дальше я буду, наверное, будет правильно на ваши вопросы отвечать, чтобы уже все нюансы каким-то образом освещать. Там я смогу ответить на сегодняшний момент. Я отвечу. Там где-то результат или это процесс переговора, я вам часто скажу, что по этому поводу переговора есть позиция нашего университета. Поэтому, пожалуйста, коллеги, если у вас по всей тематике связанной с объединением есть вопросы, я прошу вас в МПГУ. Давайте так, руку поднимемся, я покажу вам еще. Включите нам золото микрофон. Понятно, что немало группоров вкуса было территориальное место расположения. Мы, как педагоги, будем учиться на юго-западной? Я понял ваш вопрос. Вопросы о территориальном размещении как организационной структуре на сегодняшний день еще не до конца решены. Вопросы о том, что, по крайней мере, мы еще не слышали оппозицию. Сказать честно, они тоже не сильно жадны с вами объединяться и чтобы вы на юго-запад приехали. Поэтому тут, знаете, как в хорошей семье, я имею в виду это, когда молодая семья появляется, у них есть папа и мама. Отношения тем лучше, чем в режиме детства. По крайней мере, они так вместе не живут. Я думаю, что и со стороны МПГУ сегодня нет такого большого желания прямо сбиться в объятиях и тут же, значит, что была всеобщая любовь. И я думаю, что ими должны, в общем-то, достаточно осторожно в форме деятельности. Поэтому я могу сказать вам на сегодняшний день о той позиции, которую наш университет занимает в процессе переговоров по новой организационной структуре и по размещению. Продолжение наше на сегодняшний день таково, что в первой, в крайней мере, на первой вот сейчас, создать подразделения внутри МПГУ точные, ну, скажем так, копии наших и перевести вот один, как нам, у студентов и преподавателей. Ну, собственно говоря, это юридически чистый момент. Физически все остаются на своих местах и где работали, там работали, где учились, там учились. Примет ли эту позицию ГУГУ? Посмотрим. Потому что это сейчас, в данный момент, идут, собственно говоря, переговоры. В любом случае, мы будем ее активно проводить. Понятно, что в долгосрочном перспективе, наверное, будет происходить какая-то реорганизация, потому что у нас достаточно много дублирующих структур, специальностей, направлений подготовки. Но у вас отличаются рабочие программы, у вас отличаются учебные планы. И, по моим ощущениям, опять же, никто в руку не хочет лишней головной боли, чтобы приводить одно к другому. Поэтому, как это будет с точки зрения конечного итоги территориального размещения и объединения в какие-то факультеты, институты, там тоже институтская структура, они пришли с этого года туда, пока непонятно. Поэтому мой прогноз, ну, именно как прогноз, это мне на сегодняшний день не принято решение. Скорее всего, в течение первого года, то есть сентября 2015 года, мы говорим, после сентября 2016 года, мы постараемся остаться на всех тех позициях, где мы находимся, территориально. Ну, а дальше постепенно уже с точки зрения революции, что мы все с вами в Днюго-Западе не поместимся. Понимаете? Поэтому это означает, что сюда должны какие-то переехать структуры МПГУ. Ну, допустим, дефектологические факультеты, дефектологи там, тут примерно, ну, я не знаю, как будет. Ну, это означает, что дефектологи должны оттуда сюда переехать. Ну, или там, не важно, там, или институт детства, что у них там есть. Тогда кто поедет туда? Ну, то есть это такая история, знаете, она долгодозревающая. Поэтому я думаю, что все-таки это будет происходить постепенно и неожиданно. Так что, пока вы учите здесь. Пожалуйста. Меня все беспокоит, что... Вот я слышала, наш пус, практически, с вами дергал, и... Симон Иванович, дефектологический. Я слышала, что наш у нас практика лидирована, я потому сюда и поступала, мне не хочется получить такое образование, чтобы я смогла как можно лучше работать сразу. Вот, а если вы говорите, что переедут к нам дефектологи... Ну, это я к примеру сказал, понимаете? Я, может, вам может быть, художник. Хорошо, ладно, а как вы думаете, они ведь не станут менять нашу программную? Я думаю, это тоже такая, кстати, четкая позиция, что те, кто учится по нашим рабочим программам, по нашим учебным планам, должны научиться по той модели, в которой они учатся. То есть даже если нас объединят с ними? Даже если их нет. Я думаю, что, возможно, какие-то дисциплины, там, традиционные, большие, может быть, и есть, если мы считать вместе, наверное, ну вот, какие-то специальные дисциплины, какие-то специфические дисциплины, которые есть в нашей университете, и практики, они должны в этом остаться. Ну вот, поймите, что вот такая реорганизация, она длится на самом деле годами. Вот если вы посмотрите, у нас еще есть ростовский, бывший постуниверситет, федеральный университет Южный, там в 2007 году все произошло, то есть уже 7 лет назад, но до сих пор еще это до конца не состыковалось, не сложилось, и существуют параллельно 2-3 программы, профили каких-то и так далее. Поэтому это процесс такой, не быстрый, не должен быть на самом деле естественным, то есть объединение, интеграция. Задача, конечно, взять лучшие возможности и лучшие достижения и ПГУ, и наши, и попытаться за счет синтеза создать и лучшие программы. Я бы хотел обратить ваше внимание, коллеги, что ЭПГУ, конечно, очень-очень укус большой истории, он возник в 1870 году, то есть ему больше 100 лет. И действительно, там школы очень-очень и педагогические, и психологическая школа. Поэтому надо относиться не только к ограничению или к какой-то угрозе, наоборот, надо относиться к этому объединению как к новым возможностям. и возможности, в том числе, и услышать лекции, и ходить на занятия тех, кто очень известных и заслуженных преподавателей ПГУ. Плюс у нас с вами расширяются возможности, безусловно, в материальной базе. В том числе и по общежитию ПГУ. Общежития гораздо больше, чем у нас. Ну, особенно касательно того, кого-то остро стоит вопрос. Ну, вы станете студентами, ну, такими же, как они. Поэтому, естественно, сможете претендовать на общежитие. Вот, плюс, если говорить о долгосрочной перспективе, сейчас, с 2016 года, ну, может быть, это многие из вас не так близко, но в какой-то момент это станет близко. 2016 года государство заявило очень четкую позицию, что он будет делить, ну, условно говоря, вузы на две категории. У обычной для массовой подготовки, там, где будут только бакалаврият выделяться, места, и ведущие. Вот этот объединенный наш университет, он автоматически попадает в категорию ведущих университетов, ведущих педагогических университет странных. И, как следствие, он будет получать места именно на магистрскую и аспиранскую подготовку. Поэтому те, кто из вас планирует, те, кто сейчас на бакалаврият и планирует потом поступать в магистратуру, это, на самом деле, неплохая новость, вы будете учиться вузе, где эти места будут. Владимир Владимирович, возможно ли появление третьего названия университета? Хорошо, я сейчас ответил на этот вечер. На переговорах, кто нас пьянит, смотрит, какой-то первый раунд. Как ни странно, мы на этом не настаивали, естественно. Но в ЭПГУ сейчас обсуждается вопрос о смене бренда. Насколько далеко пойдет в ЭПГУ? Потому что здесь все очень сложно. С одной стороны, как я сказал, ЭПГУ – это бренд с более чем 100-летней историей. Ну, правда, назывался он Джейнс МГПИ.